Но в игре с Bounty Hunter ты можешь выиграть и 4 на 5 из-за этих треков. Если к тебе будут на рампу уйти, и ты будешь убивать героев, размениваться ровно, то при треках ты все равно вытащишь игру рано или поздно. Главное, что он Линни очень сильно овнет. И Линни тоже. Нагу сильно заманили. Вот и Bounty Hunter. Мне кажется, по задумке я, он хочет сам отдать Лишака и брать себе Bounty Hunter. Да, я думаю, что он возьмет что-то типа Лина БХ сразу. Да-да-да, он возьмет Лину БХ. Или Clockwork очень любит еще забирать на первой стадии, как он продемонстрировал в прошлой игре. Ну же, Артем. Ой, а Артему теперь дилемма. Это правда дилемма, потому что с Лишарком никто не играл и не тренился. Серега, ты помнишь, как скиллы работают у этого героя? Ну, вроде да. Да ладно, держи. Артем, наверное, сейчас ведет Лишарка в пыль и думает, что меня где-то тут разводят в этом моменте. Сейчас будет БХ и Лина, да. Все читается. Он его просто... Ксяу играет с ними просто как. Он как с детьми делится просто. Прощупывает, прощупывает. Да, конечно. Он пришел на открытый урок просто, директор. Сейчас я тебе покажу. Ну, хоть в плей-оффе на Лишарочка посмотрим. Я ты читал, что сейчас Шейкер должен появляться у Virtus.pro, вряд ли они будут тут отходить от своих идей. Шейкер, да, должен быть. Ну, потому что Лишак будет стоять точно в миде, потому что никуда его не поставишь. На роль керри он сюда точно не зайдет. И Шейкер очень хорошему будет на миде ассисты давать. Да, но Лишак это такая сладкая булка для антимага. И если вот... Ну да, Шейкер это естественно. И вот тут надо банить антимага, мне кажется, нужно банить просто его. Лансер уже вроде не враг нам. Ну, антимаг, понимаешь, это будет баунти-хантер и дабла с антимагом. Против него можно что-то придумать. Можно было Шейкера не брать, брать что-то на возможную сильную триплу. Они уже взяли Шейкера. Вот в этом-то и проблема. Я хотел сказать, пока Шейкера не взяли, надо было что-то нейтральное для триплы. И если враг возьмет такие антимага, не банить его. И то прийти к нему, потому что БХ это не помощник для триплы. Вот эти четыре героя, это у нас противостояние на миде будет. Мне кажется, что Мэйби будет играть на линии, как раз он будет помогать баунти-хантер. И также и Алишак будет играть на миде, и ему будет помогать Шейкер. Вот это у нас две даблы пикнут. Вполне вероятно, но не забываем, что Ксяу любитель саппорт Лины, той самой, которая потом подфармливает. Любитель-любитель. И Мэйби может вдруг спрыгнуть на другого героя, Queen of Pain, к примеру, тот же Шторм. Против Фишака так противно, конечно, стоять этими героями. И Штормом, и Квапой. Лина просто неплохо стоит. Лина нормально может стоять, да. Лина хорошо стоит, и она так же кидается. Они друг друга кидают, скилами не стоят. Кидаются скилами и тычками. С большого рейнджа происходит, и контакта нет. У кого больше хила будет, и кто лучше банку забудет. Да, кстати, визаж прям... Вы, кстати, хорошего героя заболели. И что антимага, что Клокерка от этого сигнатурного. Да, оба героя бы сильно заехали. Причем, я думаю, прям даже этих героев бы взяли во второй стадии LGD. Ну, разве что Клокерка может оставили на этом. Я опасаюсь очень Ember Spirit от LGD. У нас еще Darkseer остался. Вот в чем дело. Он тоже может заезжать спокойно. Как раз с Bounty Hunter или Таск с Bounty Hunter на оффлейн. Ну, что-то из этой серии зайдет. Я уверен, что будет Таск, потому что Таск против Шрака. Это очень хороший персонаж. Что можно в случае, если Лишак как-то слишком здорово врывается, подсейвить союзников, спасти от кучи дэмэджа. Ну, сейчас Axial как раз объясняет детишкам своей команды, как он хочет произвести следующий пик. По полочкам раскладывается. Я уже представляю, как он стоит рядом с доской, с указкой и такой... Пожалуйста. Нет, все-таки Darkseer. Хотя это не значит что-нибудь. Мы берем Катамерлана. Потому что у него есть шлем такой. Не значит, Таск тоже может быть спокойно. Ну, два спорта, Bounty Hunter и Таск как-то... Перебор, да. Перебор милишника вообще. Лина, вот как раз может быть, ну... Ну, тут да. Либо миддл, либо саппорт, но как-то уже странно. Тут небольшая путаница. Но, мне кажется, Лина все-таки миддл. Я именно так директор и подумал, так же как и мы, что всякие Кин оф Лейн, штормы там могут пострадать на медиаторе Шрака. А Лина нет. Сейчас карты не нужно раскрывать. Нужно взять просто такого сильного оффлейнера. И потом против Darkseer. Кристалл Мейдинг. А, даже вот так вот они. Мейдинг. Интересный поворот. Видимо, поэтому и сменивались сейчас фобусы. Ну, так как нам объясняли ребята из Virtus.pro, что Мейдинг очень сильно контрит Bounty Hunter. Я думаю, это был разумный пик от Virtus.pro. Ну, это они там так и объясняли. Я вот не вижу никакой контры Bounty Hunter от Crystal Maiden. Они там что-то, по-моему, даже знают какую-то штуку. Да нет, там почему-то все время заканчивается одним. Она правда почему-то контрит. Я каждый раз это вижу. Она идет формить лес, который ей не мешает. Потом она приходит в мид, ставит сентрю. И типа Bounty Hunter приходит, она его в колбу и убивает. Я еще не раз вижу, что Bounty Hunter зашел к ней и в лес. И как она тогда его будет контрить? Ну, контрит она его типа тем, что Bounty Hunter не приходит на сложный, не приходит в мид, а бегает за Цемкой. Ну, не обязательно ему постоянно бегать. Он придет. У него левел не такой большой. Украдет какого-нибудь большого крипа. Ну типа Цемка первая и БХ первая. А БХ-то левел важнее. В смысле? БХ просто будет фармить всех крипов, они будут получать напополам. Цемка не фармит крипов, например. Она просто, ну, типа, что, и бегает за мной дальше. Она не бьет крипов. Слишком невнятный Майдгеймс. Достаточно поставить один вард в чужой лес, как Цемке, чтобы знать, фармить она или нет, и делать, что хочешь на карте. Ну, это уже да. Это уже next level, видишь, Ярослав? Next level. Но мне кажется, что директор, он примерно на next level играет, и такое может произойти. Директор левелов на несколько играет выше. Да. Выше. Ну что, Баратром? Не, не Баратром. Ланцер там. Кстати, могут сейчас захотеть Эмбера взять Илюшки. Илюшка умеет? Ой. Ой. Не стоит, ребята, не стоит. Ну, знаешь, может быть, это секретная ядерная бомба вот эта, которая... На фейке играл, на фейке. Да, которая будет использована в самый последний момент, но вообще-то это огромный фейл. Берондело и Элидану, что он не играет Эмбер спереди. Луна? Я слышал, что на буткемпе очень много тренировал БС. Кстати, да. Кирилль Шрак для Элидана. Элидан-то умеет. И взять Эмбера для Сереги. Куча, куча, куча. Егор правильные вещи говорит, что перевести Лешрака на роль керри позиции. Пускай там Илюха играет как раз на своих вот этих магах. Расформленных магах. А Серега будет играть на Эмбер спереди, который очень хорошо заходит против Лансера. Это будет довольно неплохо. Ну, вообще, пока в Virtus.Pro все неплохо. Потому что можно взять и БСа. Он неплохо тут смотрится. Можно взять Бейна. Ну, что, и проиграть игру на этой пике. Почему Бейн против Лансера? Ой, все. Ну, какой Бейн? Бейн с Энгой. Вот это суппорты. Вот это, я понимаю, мощь. 3х5 поиграем. Просто, сейчас бан от ЛГД будет с Эмбер Спирит. И все, как бы вы закончили этим Бейном выступление на Интернешнл. Всем спасибо. Всем свободны. Бейн. Тот самый Бейн. Тот самый Чай. Давайте включим режим Ластай. Все вполне нормально. Все нормально. Все нормально. Ладно, давай наоборот теперь. Будем хвалить. Смотри, Бейн плюс Эшрак на легкой. Не дают Дарсиру вообще никакой жизни. Бейн очень сильный саппорт. ЦМ как контрит БХ. Да. Бейн через БХБ есть. Лансера правильного всегда находит. А Шейкер, если в иллюзии ворвется с даггера, и лансер изорвется все в принципе. Да. Бейн может подключаться к ЦМке. И помогать БХ выгонять очень жестко. Потому что он сильнее, чем БХ. Потом есть много АОЕ, чтобы убивать с лансера иллюзии. Тогда можно сразу поймать состоящего. Или мне кажется... Чауснайп. Господи, да это идеальный пик у Virtus.pro. Кстати, я не удивлюсь, что они хотели. Они же пикали тогда. И они ходили в хард. Линии что-то типа... Ну, они могли прийти. Линии какой-то Шейкер, Бейн, ЦК. А нет, тоже. Кристал Мейден, Лишак, Бейн, ЦК. Ладно, нет. Они не могли, ладно. Либо директор так банит, что... Перебор какой-то. ВП даже не хотели взять ЦК. Например, такие... Опа, да что не банит ЦК? Ха-ха-ха. Так, секундочку. Как же был хорош тут ЦК. Я бы наместил, когда сам Эмбера забрал бы просто и играл бы в эту доту. Или Темпларку одну из двух. Ну, сигнатурку какую-нибудь. Кстати, Эмбер теперь вообще напрашивается. Блин, вот Темпларка, кстати, мне вообще не нравится. Что-то не знаю почему. Как раз Йота неплохо или шла. Ну, нужно было, да, какого-то такого волшебника. Лину ставить в мид. Волшебника. Волшебника. Или Лину в мид и взять суппорт... Рубик есть? Рубик. Вот, Рубик. Шейкер, Фиссура есть? Лишрак, Стан есть? Бэйн, Фингрип есть? Да, да. Согласен. Ну, мне кажется, что все-таки директора виднее. Вообще, да. Сейчас посмотрим. Эмбер, Эмбер. Там директор сидит собственной персоной. Страшно, наверное, пикать Эмбера, потому что он напрашивается по пику и, может быть, Ксяу не просто так. Эмбер не заморачивается по поводу начала игры. Темпларка просто их через shift потом пощелкает всех. Вот эти герои. Ну, это мэйби. Посмотрим, как он отыграет на Темпларке. Я думаю, что Эмбер не попал ни в бан, ни в какой простой, потому что Вернус Прой ни разу его не пикали. Я думаю, что они сами-то боятся этого пика. Сергей Александрович умеет на нем играть. Конечно, он умеет. Давай, конечно, давай. Ты могешь. Так, десять секунд. Эмбера до пика. Рикки Мару сейчас. Пожалуйста, дайте Рикки Мару. Алхимика дайте нам посмотреть. Нет, Алхимика против фигурки не надо. Я, конечно, говорил про Queen of Pain. Вертус Про идут ва-банк. Они играют с двумя... А нас все иллюзии лансеры убивают. Они играют с двумя интеллект-корами. Ну, круто. Здорово. В общем, получится ли у Вертус Про сыграть или получится, мы узнаем прямо сейчас слово нашим комментаторам. Спасибо нашей студии-аналитике. Мы возвращаемся в прямой эфир. В эфире также доклады Light of Heaven. Вторая карта противостояния LGD и Вертус Про сейчас начнется. 1-0. Напомню, LGD первую карту взяли. Первую карту LGD взяли довольно-таки уверенно, но Вертуса решили сделать тот самый ход конем, который напрашивался. Когда тебя доминирует твоими уверенными пиками и враг тебе готов, нужно показать что-нибудь новенькое. И тут мы много чего новенькое увидели. Ожидал я увидит Лешрака, но на Лешраке Вертуса не остановились и решили просто задавить врага интеллектом и добили его бойном с Акашей. Куча-куча магик, волшебник, как называет наша студия на Лиге. Действительно, куча-куча всяких рассказов. Посмотрим, насколько успешно удастся реализовать этот вот пик, который сделали ребята из ЭП. Крайне-крайне интересный. Давайте по составу быстренько пройдемся. Начнем с LGD. Сайлер будет играть на фармящем в одном лансере. ММА будет суппортить на линии. Собственно, Мэйби в миде на Даблар Ассасин. Яо, оффлейн, Дарксир. Ну и Ксяо Уэйд – это роумящий бегущий баунс-хантер. А у Virtus.pro FNG на Crystal Maiden. Иллидан, Кэрри Лешрак, Гот, Медовая Queen of Pain, Фобос, Хардовый Шейкер и Лил на Бене. Угу. Снова пошли забеги. Расставляем варды. И посмотрим, удастся ли это сделать Фобосу. Обсервер поставил. По-моему, Сайлор его здесь не спалил. Так что Обсервер здесь будет стоять довольно долго. По идее должен, если его не обнаружит товарищ ММАй. Так. Ну а сами ребята, слушайте, пока с вардами не торопятся с его расстановкой. Где-то поставили Обсервер. И, возможно, возможно, Фобос должен был это видеть. Потому что под водом клики пошли какие-то. Очередной хитрый вард от Директора. У меня есть ощущение, что LGD перед своими турнирами они имеют там 6-7 расстановок вардов. И каждый раз их заят новые для того, чтобы нельзя было посмотреть, куда он их ставит. Да. И в итоге у Virtus.o огромное количество Сентреи. Мы видим то, что у Мейденки 2, у Байна тоже 2. И нужно как-то найти им применение. Потому что пока Директор, он обманывает их. Так, ну-ка, 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 довольно опасный момент. Ни разу не задетектили. Очень важно было увидеть, где находится Баунти Хантер. Куда он поставил там свою опс, свою Сентрюм. Но пока у нас Virtus.o находится в неведении. И... Не нашли его, да. Просто не увидели. Не знаю, где находится этот обсервер вард. Мы-то знаем, мы-то видим. Узнает ли ВП. Вот в чем вопрос. И на служность ожидает довольно такую старая и довольно хорошая связочка героев. Это Darkseer вместе с Баунти Хантером. Будет вешаться Айншелл на Ксяуэйта. Ксяуэйт будет в инвизе бегать, сжечь суппортов. Но тут уже предварительно поставили Сентрюшник, ребята, из ВП. В центре вард стоит. Прекрасный вид на Ксяуэйта. Айншелл уже пошел в ход в миде. Мы и безгодом развлекаемся. ПНГ будет поддерживать. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ.